На заседание комиссии по трудоустройству пришли несколько десятков человек разного возраста и социального статуса, которые по тем или иным причинам остались без работы. На протяжении нескольких часов члены комиссии, среди которых представители всех заинтересованных ведомств, старались помочь каждому. К примеру, эта девушка с последнего места работы ушла в прошлом году и с того времени не может трудоустроиться, поэтому и обратилась за помощью. Зал девушка покинула в хорошем настроении, ведь в результате она ушла домой с направлением в Белгазпромбанк. Вот так до конечного результата работает комиссия по трудоустройству. К каждому человеку сугубо индивидуальный подход. Члены комиссии выясняют причины увольнения, попытки поиска нового места работы, учитывают и жизненные обстоятельства. В этот раз вакансий в списке более 900, выбирай любую. Предлагаемая заработная плата разная и зависит от объема сложностей выполняемых работ. Какое-то время комиссия, конечно, не проводилась в связи с эпидемической ситуацией, как в республике, так и в районе. Но дело в том, что за весь этот период ко мне обращалось очень много как родителей, так и людей о трудоустройстве. Здесь на комиссию собираются и представители организации, то есть кадровые службы, когда можно обсудить, когда они лично видят работника, когда они даже сами ему предлагают какую-то работу. И, ну, в общем-то, такой способ работы гораздо удобнее. И вот мы уже, наконец, возобновили опять работу нашей комиссии. Я анализировала больше 40%, где-то 46% мы, граждан, которые к нам обращались, трудоустроенные. На практике видно, что вариантов для трудоустройства хватает, было бы желание работать. Свои заседания комиссия будет проводить, как и прежде, два раза в месяц – каждый второй и четвёртый четверг месяца.